А теперь к другим темам. Вечер встречи выпускников традиционно отмечается в начале февраля. У героев нашего следующего сюжета своя дата. Они собираются в августе и в этом году у них юбилейная встреча. 60 лет со дня окончания школы. О настоящей школьной дружбе, учителях, которых вспоминают с благодарностью и непростой жизни школьников послевоенных лет, смотрите в следующем материале выпуска. 1957 год. В 25-й школе Станицы Анастасиевской выпустилось два класса – 10-й А и 10-й Б. Этим совсем еще юным мальчишкам и девчонкам, запечатленным на фотографиях, удалось практически невозможное – сохранить школьную дружбу и пронести ее через всю свою жизнь. В этом году они отметили 60-летие со дня окончания школы. Всех приветствую я сегодня на встрече. От души хочу сказать, что прекрасней на планете нам друзей не опускать. Почему? Скажу открыто, без раздумий, как тогда. Дружба наша не для вида, в ней и сердце, и душа. Как же годы быстротечны. Жаль, что юность не вернуть. На сегодня снова вместе делим радость мы и грусть. Сегодня бывшим одноклассникам почти по 80 лет. А они по-прежнему встречаются, шутят. С радостью и благодарностью вспоминают свои школьные годы. Хотя пришлись они на трудное послевоенное время. Школы тогда были разрушены. Занятия проходили в обыкновенных хатах. Тетрадей и учебников не было. В 47-м же мы пошли. Это что? Только война два года как закончилась. Ничего не было. Да еще наша станица была под немцами. Все разрушено, все нигде ничего. Писали, на чем попало. На журналах где какие находили, на газетах. Какую бумагу находили, на то писали. Писали чернилицы. У нас самые обыкновенные чернилицы были. Первобытные такие стеклянные кролы наливали туда чернила. Чернила даже делали из бузины. Вот темно, черная бузина. Вот с нее даже делали чернила и писали. У нас учебников у детей практически не было. Все было у учителя. Он нам рассказывал, мы писали, записывали, показывал на доске. Там буквы. Первый же класс, там второй, третий. Ну а уже четвертый класс уже у нас пошли. Пошли и учебники, уже у нас тетрадки пошли. Уже тогда было намного легче. А так все то, что учитель рассказывал, мы где-то записывали, где-то запоминали. И, конечно, преподавали очень хорошо, потому что мы все то, что на уроке послушаешь, ты все поймешь. Тебе дома и делать нечего. О своих преподавателях выпускницы 25-й школы вспоминают с особой благодарностью. Всех помнят поименно. Классный руководитель 10-го Б Раиса Дмитриевна Корабленова по-прежнему живет в Анастасиевской. Ей уже 93 года. Выпускницы ее не забывают и постоянно навещают. Помнят и о других учителях, которые тогда не только давали знания, но и преподавали уроки жизни, которые наши героини навсегда усвоили. Дудин Иван Алексеевич, это, в общем, я его и мизинца не стою, как учитель математики, как будто неплохой я математикой была. Хотя я отличник просвещения, учитель методист, но он был, это бог математики. Он учил меня, что надо своими мозгами жить. И вот он проверяет, у меня в работе допущена ошибка. Вместо минуса стоит плюс. Он не проверяет больше. Нашел ошибку и ставит единицу через все, листок весь. Я пыталась, как учителя, это делать. Не получается у меня так. Я не могу так. Хотя 42 года проработала математиком, но я так не сделала. Не могла так сделать. О своих школьных годах бывшие одноклассницы рассказывают с улыбкой. Тогда они были детьми, которые шалили, подшучивали друг над другом и списывали на уроках. Я училась хуже на три, когда и два. А Маша отличница. Потому что Маша вот так вот... Помогала мне Маша, помои. Я не решила. Маша все мне помогала. Спасибо. Дружбе этих двух жизнерадостных женщин уже почти 70 лет. За одной партой они просидели до 10 класса. И теперь наперебой рассказывают о школьных курьезах. Вот эта учительница, наша классная Екатерина Романа, у нас трое было. Я ей тоже так боялась. Вызвала до доски монеты и диктуя мне, пишите. А я пишу. Не помню, что я пишу. Что я написала? Она заставила меня. Прочитайте. Ну там такое предложение, что ко мне надо. А мне что-то так пришлось. Ко мне. Я ко мне написала. А она мне посадила. Не знаю, может, два или три. Несмотря на то, что со дня окончания школы прошло уже 60 лет, эти прекрасные женщины по-прежнему молоды душой. В судьбе каждой из них отразилась целая эпоха нашей страны. И чтобы рассказать об их жизни, не хватит даже целого фильма. Они вместо каникул работали с родителями на полях, собирались поднимать целину, сдавали экзамены после каждого класса, были пионерами и комсомольцами. Что вспоминается за школьные годы? Да все вспоминается. И как мы на комсомольское собрание ходили. Так хотелось пойти, потому что нам некуда было больше ходить. И когда комсомольское собрание, так это все переделаешь дома, лишь бы мама отпустила на собрание. На вечера ходили. Танцевали мы все или вальсом, приглашали. Мы стоишь и ждешь. Кто тебя пригласил? Сейчас не приглашают. Совсем по-другому. Поэтому многое вспоминается. Все, как будто бы это было вчера. За праздничным столом по случаю очередного юбилея школьного выпускного с каждым годом, к сожалению, собирается все меньше одноклассников. Кто-то не может приехать по состоянию здоровья, кто-то ушел из жизни. Поэтому такие встречи с каждым разом становятся только ценнее, а дружба школьных друзей крепче и дороже. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».